26 июня о простых и сложных торговых идеях продолжение последнего текста где приводился пример покупки календарного спреда как замена покупки одиночного опциона по акции fslr значит в данном случае я хотел бы показать различия как строить сложные идеи из простых и должен быть определенный порядок логика значит напоминаю там 85 путь по fslr значит покупка календарного спреда вне денег напоминает по профилю в начале покупку пута но имеет преимущество какого рода это бесплатный фактически опцион и поведение в дальнейшем то есть ожидаем рынок вниз напоминаю что это нейтральная стратегия направленная если мы считаем что рынок пойдет вниз по этой акции возвращаемся на опционы так еще раз смотрим профиль как смотрится календарный спред у него цена 70 долларов значит ближайшие 75 73 доллара то есть по цене этого спреда это равносильно покупки август 75 путь то есть он тут выходит за пределы да тут надо масштаб увеличить но вот видно что что вот это на экспирацию календарный спред линия вот эта линия покупленного опциона соответственно это будет увеличиваться подниматься календарного спреда то есть в тексте это описано какие плюсы значит что я хотел сказать для того чтобы определить в каких случаях выгодно заменять календарным спредом на один одиночный опцион это надо действительно тестировать какие тут критерии во первых не просто так то если я возьму сейчас акцию допустим первую попавшую в данном случае я вижу что здесь разница по волатильности по фср поэтому там имитация одиночного опциона календарным спредом выгодно если я возьму ну допустим хок harley дейтсон 6054 а тут тоже выгодно тут вот волатильность 64 тут 54.9 вот можно посмотреть вот здесь где волатильность одинаковая например 64 и 63 по 15 то есть что я хочу сказать что не каждый календарный спред будет лучше чем купленный опцион это если волатильность одинаковая и это было если волатильность разная если сравнивать профили большую разницу я тоже не вижу а нет есть нет есть разница то есть первый критерий например для покупки календарных спредов это разница по волатильности то есть если педалировать или топтать эту идею покупка календарного спреда как замена покупки опциона цены ног календарного спреда должны быть соответственно то есть если одинаковая волатильность он не представляет интереса если разница есть причем она существенно вашу пользу это либо значит разная структура волатильность по месяцам либо как правило на путах например тут элемент улыбки волатильности все что на путах ну задирается вот видно 76 тут вообще 84 процента тут тоже задирается в этом смысле надо смотреть как улыбки волатильности значит увеличивается по разным месяцам тут везде улыбка волатильности но где-то она сильнее выражена вот по августу где-то слабее значит это первый уровень идеи то есть не каждый календарный спред имеет смысл замещать на пул то есть надо тестировать во первых соотношение волатильности а во вторых тут же можно еще менять по этой же акции расстояние до рынка то есть например 85 мы берем put это при том что у нас как бы прогноз что акция будет снижаться либо мы будем брать заметьте тут она стоит 70 долларов комбинации если мы возьмем ниже на 75 там немножко все греки меняются меняется также и стоимость комбинации она здесь стоит 44 то есть существенно дешевле по профилю профиль отличается но тут уже надо смотреть не на экспирацию а на промежуточные линии они важнее значит первое для того чтобы тестировать лучшие календарные спреды в этом отношении надо тестировать как разницу по волатильности по месяцам так и расстояние до рынка второе как происходит усложнение если мы например все таки не хотим строить точный прогноз вот на ту же акцию fslr как пример а хотим занять нейтральную позицию в начале то есть имитация стрэдла стрэнгла то есть мы покупаем такой же опцион календарный сверху вот например здесь то есть мы уже соединяем но вот здесь надо добавить по путам понятно что эти горбы должны быть примерно одинакового размера то есть здесь мы два добавляем значит происходит усложнение идеи первое мы сначала как атомы исследуем какие календарные спреды на каких акциях в каких случаях выгодно брать второе если мы например используем двусторонние покупки календарных спредов двойной календарь в данном случае как бы имитирует стрэнгл то то же самое во первых расстояние до рынка во вторых коэффициент каллов путов то же самое и третье ну вот хотя бы вот это то есть с первой мы переходим на второй уровень сложности это в данном случае покупка стрэнглов третий уровень сложности может быть видно что здесь профиль снижается в минус то есть в середине он будет минусовый в случае если акция там в определенной зоне будет оставаться сейчас посмотрим в какой она такую часто и не показывает корректно ну ладно бог с ним значит от 90 до 130 достаточно широкая зона значит третий уровень сложности например мы двойной календарь еще и добавляем хиджи уровень например продаем в середине опциона то есть для того чтобы отработать покупку двойных календарей сначала надо понять на каком расстоянии на каких акций с какой разницы волатильности а еще до этого это единицы строительные это календарный спред все должно быть последовательно не надо сразу тестировать сложные торговые идеи которые в себе включают две-три разных да еще в определенном в определенной конфигурации так что мы имеем да ну да конечно то есть соотношение не выдерживает то есть мы например здесь делаем минус пять конечно тоже коэффициентом надо играть замечу здесь еще добавляется более сложный момент тестирования коэффициент опционов путь и колы и в данном случае еще вот этот элемент проданных опционов в середине ну да то есть он поднимает но недостаточно то есть тут надо уже коэффициентом подыгрывать например здесь увеличить минус 15 сделать то есть вот на сложных идеях вариантов тестирования становится резко больше поэтому начинать надо с простых кстати говоря если как идея на будущее если использовать такую конструкцию как покупка дешевых календарных спредов выгодных вне денег с двух сторон то хеджировать вот эту зону можно индексами потому что если брать акции из s&p 500 а эта акция входит в s&p 500 то можно там как раз строить кондоры перекрывая вот эту зону спасибо düny вот день бол